Привет, народ! С вами Фенаргут! Пол шестого утра, стрим идет больше восьми часов, дозор подошел к концу, потому что четвертый акт и новый герой Кес вышли наконец-то в Дота 2. Вот он, четвертый акт, вот он набор четвертого акта и, собственно, сам герой Кес. Ну, анимация прям, пожалуй, самая жесткая, что Valve сделали в этой обнове. Анимация появления героя. Не, в целом герой интересный, про него я посвящу отдельный ролик, потому что у героя врожденная способность это переключить стиль боя, и в зависимости от стиля боя у него есть по четыре разных навыка. Собственно, есть и Аганим, есть и Шард, но пока, пока у него нету аспектов. Ну, как у Рингмастера, что ж, времени не хватило. И, кстати, стоит отметить то, что четвертый акт у нас не имеет никакого ивента. Это, опять же, катакомбы, только теперь их три ветки отдельных. Вы можете начинать с любого места и двигаться. Собственно, награды, которые вы можете тут залутать. Понятно, то, что вы можете разблокировать стиль на Вингу, если выполните все абсолютно задания всех четырех актов. Ну и, конечно же, комплект исследователя. Что он в себя включает? Он включает в себя кастомные башни. Сейчас мы на них посмотрим. Вот так они выглядят. Башни мне, честно говоря, нравятся. Также, если вы имеете все четыре комплекта исследователя, вы сможете получить вот такую вот капсулу с наклейками у заклинателя змей, если мне не изменяет память, что написано на сайте. Ну и, конечно же, дополнительные шмотки, а именно, имморталка на Бэтрайдера. Давайте взглянем на нее. Это маунт. Тут, собственно, изменяется эффект напалма. Ну, кстати, выглядит прикольно, честно говоря, именно эффект, который остается. Да и сам маунт. Ничего такой. Давайте теперь взглянем на имморталку на Сикера, которую также можно получить. Она меняет у него ульту. Че это было просто... И что? Серьезно? Я думаю, о ней пока что-то там... Я понял. Ну-ка, гоним. Я думаю, они что-то где-то ошиблись. Что-то не так с ней. Скорее всего, пофиксят. Ну, потому что якобы... Ну, 100% сломана анимация. Нового сундука, четвертого сундука нет. Он был в файлах игры, и он должен был выйти, но его нет. Как будто бы Valve тоже его не доделали. Давайте взглянем на, собственно, башни. Сейчас мы их наденем. И... Так. Информация. Чтобы быстренько... Ну, ладно, я просто лобби создам. Как раз-таки... Там возьму себе Кеза. А, нормально. Серваки, да, лежат? Кайф. Значит, мы просто... Попробуем так. Собственно, башня выглядит так. Сейчас... Мы еще раз Сикера достанем. Башня, Фросто. Анимация атаки, мне интересно. А, ну понятно. Она как будто сломана, блин. Тоже анимаций нет. Либо это только в демо-режиме, а не так забагованы. Ну... Собственно... Давайте взглянем, как тут башни. А, да не, они просто сломаны. Посмотрите анимацию поворота. Это просто пипец. Это супер кринж. Они просто выкатили сырую обнову. Башни без анимаций. Понятно, но... Ну... Плюс-минус... Это все... А, единственное, там еще сет на Джаггера. Я вам сейчас его покажу. Но, если кратенько, что написано у нас на сайте. Во-первых, написано, что это обновление больше некуда. Ну, действительно, прям мощная обнова, я согласен. Тут рассказывается о лоре, рассказывается о герое, а также о том, что все это у нас продлится до 15 января 2025 года. Собственно, потратьте все монеты и конфеты. Если потратили еще не все, все это можно будет сделать до 15 января 2025 года. Если вам нужен, собственно, комплект исследователя, можно пополнить Steam на моем сайте battlepass.ru, ссылка в описании. Новый промокод KES7 даст вам скидку 14% и выйдет по СБП всего лишь 108 рублей за 100 рублей на Steam. Напомню, что ссылка в описании. Ну, и промокод FINARGOD также работает, если вы еще не пополняли. Ну, и другие промокоды тоже можете найти либо в Telegram-канале, либо у меня в YouTube-роликах. Собственно, как я и сказал, еще у нас присутствует сет на Джаггернаута. Его можно получить в самом конце. Выглядит он у нас таким образом. Имеет пять стилей, которые разблокируются в зависимости от прохождения катакомб. Вот такие. Сет необычный. Есть у нас вот такой Хилингвард. Можно в самой доте взглянуть. Ну, не, сет выглядит прикольно. Я соглашусь. Вполне необычный сет, потому что в целом на Джаггернаута такие были все. Плюс-минус. Тут хотя бы что-то оригинальное присутствует. Но! Дамы и господа, это все, что вышло. Никаких ивентов, никаких четвертых сундуков, третьих коллектор с кэшей, аркан или еще что-то. Разумеется, тут у нас присутствуют мини-игры, но, как я говорил, guys, у нас будет, у меня на канале будет отдельный ролик, где будет полное прохождение четвертого акта. Там я разберу все мини-игры, все активности, все награды, которые здесь можно залутать и прочее-прочее-прочее. А так это все. Даже патчей 7.38 у нас нет. Вот. That's all, folks! Пишите в комментариях, что думаете об этом. Я прям разочарован.